всем привет кто любит аккумуляторные батареи продолжаем работать с моим эксайт аккумулятором от мотоцикла предыдущих видео я все показывал есть подозрение на то что у него выкипела вода ну давайте померяем напряжение на клеммах 1247 вольт что такое 1247 вольт или 12 и 5 вольт это обычное напряжение сульфатации аккумулятор был заряжен постоял несколько суток напряжение упала от положенных 12 и 9 до 12 45 то есть напряжение сульфатации аккумулятору 4 года соответственно сульфатация вполне может быть но почему я делаю вывод что может быть не все так страшно потому что при сульфатации резко возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора потому что сульфат очень плохо проводит зарядный ток да и вообще ток проводит и сульфатированные батареи и заряд принимают плохо потому что какой признак засульфатированной батареи это когда у нас батарея быстренько заряжается быстренько разряжается и при этом плотность электролита меняется незначительно соответственно при этом возрастает внутреннее сопротивление берем прибор тест аккумулятора делаем экспресс диагностику аккумуляторной батареи это у нас на ай джи м по ен стандарту ток должна отдавать 120 делаем тест смотрим что у нас внутренним сопротивлением 12 миллион это много или мало это на самом деле много батарею показывает заряжена на 73 процента она была заряжена полностью просто постояла несколько суток и показывает жизнь сто процентов то есть батарея не изношена ну таким прибором не сильно верьте потому что аккумулятор 4 года в любом случае там сульфат есть но дело в том что у него сопротивление 11 это на самом деле не мало но и не так чтобы слишком много и на злостную сульфатацию не сильно то и похоже потому что что опять же при сульфатации резко возрастает внутреннее сопротивление тут сопротивлением более менее нормально и даже прибор говорит что сто процентов жизни аккумулятора то и что он не изношен ну и так как мы еще имеем дело с IGM аккумулятором то это специфические очень батареи и их главная проблема в чем в том что выкипает вода электролита ну вернее она не выкипает она улетучивается по той причине что IGM аккумуляторы любят сильно греться это их ахиллесовая 5 они очень сильно греются вследствие нагрева теряют воду как определить что вода в аккумуляторе потерялась вода имеет вес соответственно все определяется по весу вот когда покупаете новый IGM аккумулятор сразу ставьте его на весы взвесили и тут где-то на крышке или где-нибудь написали маркером сколько он весил через год поставили на весах а у него вес стал меньше значит что вода убежала и знаете сколько воды убежала значит что воду надо долить но так как в этом случае у меня аккумулятор не с нового потому что мотоцикл я покупал с рук и так как ему уже было три с половиной года то что было с этим аккумулятором какой был его изначальный вес кто его знает никто не знает поэтому придется все делать визуально но в принципе аккумулятор работал нормально никаких проблем с ним не было я бы об этих проблемах и не знал если мне полез этот аккумулятор обслуживать ибо как сказано в святом писании и правильно сказано многие знания многие скорби так ну что будем что-то с ним делать по весу определить не можем значит будем определять визуально как определить визуально надо его открыть тут для нормальных людей написано не открывать но мы же люди не совсем нормальные мы немножко люди со справкой поэтому и возьмем и откроем благо это мотоциклетный аккумулятор у него банки должны открываться во многих айжем аккумуляторах банки в принципе открываются но не во всех есть такие аккумуляторы клеены где банки не открываются но это не тот случай поэтому жестоким методом все это простенько открывается и заглядываем вовнутрь камера конечно там ничего вам не покажет к сожалению я бы хотел чтобы она показала попробуем сделать так чтобы вы хоть что-нибудь видели хотя конечно это сложно но вот видно на видео белые стекломаты и они сухие они не мокрые значит аккумулятор в любом случае потерял воду он и вел себя неправильно потому что что потому что у него большой саморазряд саморазряд почему большой потому что у нас суховатые пластинки и вот получается почему саморазряд верхняя часть пластины практически сухая внизу электролит пластина заряжается неравномерно вверху меньше внизу больше и получается что пластина сама на себя разряжается то есть нижняя часть пластины разряжается на верхнюю часть пластины где недостаточно воды так вот берем что мы берем берем наш чудесный электролит целую бутылку и будем доливать воду в аккумулятор сколько надо доливать ну смотря сколько выкипело столько и надо доливать будем доливать по два кубика смотреть что там случилось доливать надо столько чтобы вода еле еле покрыла пластинки над пластинами воды соответственно быть не должно но стекломаты должны стать вроде как мокренькими влажными добавляем везде равномерно пока и опять же запоминаем что слишком много воды добавлять не надо иначе аккумулятор перестанет заряжаться вообще залил я по 6 кубиков в каждую банку в плюсовую больше потому что все баночки помокрели плюсовая оставалась сухой но это нормальное дело потому что на клеммах всегда вода выкипает быстрее тем более это IGM аккумулятор который греется так давайте посмотрим что у нас там с напряжением мы долили воду поэтому напряжение должно стать меньше смотрим 1238 да стало меньше потому что электролит который там был смешался с водой так после того как долили воды дайте ему немножко постоять можно принципе поставить на зарядку очень маленькими токами а можно дать постоять чтобы вода немножко там перемешалась с электролитом потому что движение электролита по стекломатам IGM аккумуляторах затруднен поэтому на все это надо время она в принципе даже когда в наливные аккумуляторы заливаете воду все равно надо немножко дать постоять чтобы электролит перемешался с водой так попробуем посмотреть что там в банках визуально да вот видно стекломаты стали мокренькими вода над ними не выступает но я уже больше доливать не буду за первым разом потому что и так долил по 6 кубиков аккумулятор он маленького размера может оказаться слишком много не доливайте слишком много воды потому что перестанет заряжаться аккумулятор если он вообще не работал и был полностью засульфатирован то тогда я долил бы воды так чтобы она лилась аж через верх потому что там все равно десульфатации на дистилляте надо было бы делать но так как батарея в принципе работала работала хорошо никогда не сбоила то полную десульфатацию делать не будем а будем восполнять только потерю воды ёбкости аккумулятора принципе хватает для нормальной его работы давайте еще раз проведем тест посмотрим что он нам покажет так 10 и 7 внутреннее сопротивление уменьшилась степень заряда показывает 64 показывал больше но это же понятное дело напряжение на клеммах стало меньше значит прибор показывает меньшую степень заряженности показывает perfect все хорошо 12 и 2 вольт сто процентов жизни аккумулятор начал пощелкивать вроде как пузырьки газа выходят щелкание такое происходит но она еще началась когда я доливал последние 6 кубиков то есть 3 шприц и появился такой специфический аккумуляторный запах кто когда-то заходил в аккумуляторную лабораторию так называемые то есть помещение где работает аккумуляторщик там есть такой устойчивый специфический аккумуляторный запах вот сейчас из пробок идет такой запах все почему потому что аккумулятор начал понемножку греться мы же добавили воды там начался процесс окисления и аккумулятор начал немножко греться соответственно сразу выделяется такой аккумуляторный запах так и что пусть постоит и ставим его на балансировку потому что в крайнюю банку от пульса залили воды немножко больше чем другие банки значит после этого надо обязательно аккумулятор балансировать чем сейчас и займемся аккумулятор постоял проверим еще раз напряжение на клеммах что он нам покажет 1232 то есть напряжение падает то есть вода перемешивается с электролитом потихонечку потихонечку но таки перемешивается для того чтобы помочь перемешаться можно положить на бок конечно таким образом по 15 минут на этом бачке на том бачке на том бачке пусть перемешивается полежал он на бачке пару минут давайте еще раз напряжение проверим 1235 то есть выросла ну видно электролит двигается по стекломатом медленно но двигается камера этого не передаст но если приложить ухо к аккумулятору то слышно как там булькает пузырьки то есть аккумулятор щелкает сейчас уже немножко утихомирился а поначалу щелкал сильно так ну раз он не щелкает значит там пузырьки газа уже не выделяется можно его пробовать заряжать так подключаем его к зарядному устройству режим ставлю напряжение 14 и 4 для подстраховки в принципе его можно не ограничивать ставить сколько есть а току ставлю 0 2 ампера подключаем крокодят и смотрим что он нам расскажет 0 2 ампера 12 и 5 и растет и пускай себе в таком режиме заряжается балансируется вот сейчас слышно какие процессы идут внутри банок то есть аккумулятор потихонечку кипит при этом видно что наверх пузырьки не выделяются но тем не менее когда говорят что джем аккумулятор не кипит то это неправда потихонечку он таки кипит а в этой банке видно пузырьки потихонечку потихонечку выходят наружу возле самой пластины прошло не много не мало времени но как для ijm аккумулятора немного прошло немножко больше чем полторы суток и с аккумулятором мы заканчиваем померил я плотность в банка для того чтобы померить плотность вам нужен вот такой вот штука потому что простым ориометром вы ничего не померите потому что невозможно набрать электролита электролит надо набирать шприцом через иголочку капельку выдавить на этот прибор и этим прибором можно измерить плотность так вот плотность в банках кроме самой первой банки положительной потому что туда больше всего воды долили балансировка и и тянула тянула но до уровня остальных все но немножко не дотянула но в основном во всех банках плотность была 126 с копейками ну близко к 127 сейчас мультиметр у нас показывает 1278 с утра показывал 1281 сейчас четыре часа дня 1278 и можно считать что с этим аккумулятором принципе на этом этапе можно заканчивать значит воды долил я балансировку сделал первая банка плюсовая немножко не дотянулась по плотности до остальных а плотность должна быть одинаковая и не отличаться больше чем на одну две сотых но по той причине что она все-таки немножко не дотянула то пришлось добавлять электролита и ровнять плотность в первой банке относительно остальных во всех остальных в принципе более менее все равномерно маты теперь мокренькие все хорошо напряжение устраивает сейчас возьмем прибор посмотрим что он нам скажет в каком состоянии батарея 120 ампер пускового тока по характеристикам должно быть запускаем тест смотрим что скажет нам прибор и сразу видим что наше внутреннее сопротивление явно меньше чем было до того как мы начали работать с этим аккумулятором восьмерочку показывает а было хорошо если бы он показал пятерочку потому что хорошие аккумуляторы это пятерочка и ниже ну идеальные так сказать это еще не идеальный аккумулятор еще с ним можно работать но принципе посмотрим как будет себя вести ближе к весне может быть еще раз его подшаманью если будет у меня настроение так заряжен на сто процентов перфект жизнь сто процентов 12 и 6 вольт определяет напряжение но как обычно врет 255 ампера отдает то есть этот прибор говорит о том что у нас наступили улучшения то есть внутреннее сопротивление у нас понизилось это есть хорошо потому что чем лучше себя чувствует аккумулятор тем меньше у него внутреннее сопротивление ну и что по итогу по итогу проблемы с аккумулятором были он нормально работал он хорошо работал но проблемы уже нарисовались и эти проблемы мы убрали не скажу что совсем на сто процентов но думаю что процентов на 60 на 70 мы проблемы сняли теперь у нас стекломаты мокренькие пластины и сухие и саморазряд аккумулятора явно меньше чем он был до этого потому что до этого саморазряд был до 1245 сейчас вроде как меньше ну это всё будет видно после того как он постоит суток 45 потому что акк 1980 себя во всей красе показывают только после отстоя ой же эм аккумуляторы отстаиваются дольше чем наливные аккумуляторы потому что если наливной аккумулятор бэушный который работал ему достаточно 12 часов для того чтобы отстояться а если он новый то ему надо тоже дня два-три то ijm аккумулятору даже если он бэушный все равно надо дня два-три а если новый так еще даже немножко больше такие вот дела в общем воды добавили здоровье аккумулятора поправили сегодня было такое видео кому понравилось лайк кому не понравилось все равно лайк потому что я очень жаден до лайков и пишем комментариях кто чего думает по этому поводу